Раунд первый и первый матч противостояния Йокерита и Минского Динамо нас с вами ожидают. Не стесняются соперники, намазывают друг друга. На стены ошибается в приеме. Уолф это вообще-то не свойственно этому нападающему. Очень техничная игра, но Шайба сейчас проявила непослушание. Удаётся ему поддерживать хороший тен. Ветер из зоны. Просадка ворота. Гол! 1-0 счет в матче. Открыт какие-то претензии предъявляет к одному из главных арбитров Ларс Халгер. Видимо, он считает, что нарушали правила хозяева, но заряжал Ахте Охта. Какого родновесия. Это переход к хозяева. Умар. Передача на Тонда. Любит и умеет подключаться к атакам этот защитник. Знает свои атаки. Умар. Падал Коукал. Лошаги подбирает Моза. Здорово! Последний момент. Шайба сошла с крюка, но очень опасно. Бейлен. Передача. Бросок. Андрея Степанова заблокирована. Ещё один бросок. На сей раз стреляет Ниббейлен. Шесть секунд есть ещё. Где-то нет. Хороший период. Дальше Саленинские удобные руки. Гол у него хороший проход. И умру. Показалось, что было нарушение правил, которые могли просмотреть судьи. Там, кстати, посмотрел несколько раз повтор этого эпизода. Саленин купался в большинстве. Хадбан шайбой. Первую шайбу в ВКП Ла. Её передзабросил Игорева в большинстве. В том самом матче против Минского Динамо 4 сентября отличился Хадбан, который сейчас на льду. Травлю получает Швани. С большим трудом он поднимается с льда. Нет возможности замениться. Тут ещё и дальняя скамейка. Бросок по воротам. И опять Шварни бросается под шайбу. И судей понять в этом эпизоде можно. Они принимают решение игру остановить. Вот так вот играет Иван Шварни. Не щадя живота своего. Лембле. Отличный пас. Бросок мощнейший от Элисона. Да, выдвигался на него защитник. Но Элисон не передумал. Он бросил. Они вышли в таком сочетании на первую игру. Тогда же 4 сентября. И продолжают играть вместе. Пасцета. Пасается шайбом. Болгол стеснув. Не может ногами поработать Бросису. Но не только ногами. Болголит Бросису. Видит его спину перед собой Као. Бросок. Не видит шайбу. Болголит Бросису. Умар. Умар. Болг. Два ноль. Но Умар заехал за ворота. И вот эта вот щель образовалась между лесовцом и стойками. И Умар точнейшую передачу делает. Точно на клюшку. Колькову. Два ноль. Ленгле спокойно заезжает в зону. Бросает. Реагирует на этот бросок Карл Саннер. А это Шарль Ленгле. Лучший бомбардир Минска по итогам регулярного чемпионата. Конечно же. Наверняка. Не раз вспомнят игроки и болельщики Минского Динамо. То есть эта встреча для тех, что закончится неудачно. Поскольку за то время можно было перевернуть игру. А здесь динамовцы очень грубо ошибаются у собственных ворот. Смотрим, что было. Щихура. Катывался за ворот. Такое ощущение, что не видит Хакмана. Катывался за ворот. Катывался за ворот. Это не здорово получается. Это иерное сочетание. Неважно, большинство, не большинство. Сочайший класс. То есть это иерное сочетание. Опасно. Опасно. И красивейшее спасение Хенрика Карлсона. Вот этот сейф должен придать ему еще больше уверенности. Аплодисменты исключить на фронтариум. Хотя можно и не чадом. Ну, правда, легко гурорить. Попробуем. На тебя вяжут. Ух ты! Забили все-таки. Забили все-таки Менчане 2-1. Довольно быстро они сумели реализовать численное преимущество. Никто не выдвинулся на Элисона. Элисон... ...мощно... ...пробросил шайб. Минуты 45 до конца динамовцы в полном составе. Понимаете, столько времени у них на то, чтобы перевести встречу. О, это Бэйлин! Слушайте, я... Я не ругаюсь. Я... Я... Куколу было сложно. И вот момент. Просто фантастика. Это просто фантастика. Схватился за голову Бэйлин. У него, кстати, латиницей на клюшке написано слово «Ура». «Ура». Минская динамо уходит от поражения. Бэйлин. Очень жарко на пятачке. Гол! 2-2. За минуту 27 до окончания третьего периода Минская динамо уходит от поражения. Шарль Ленгле Да, вот тот эпизод с фантастическим спасением Карлсена Было лишь отсрочкой гола Шарль Ленгле Вот же бомбардер Минска в регулярке здесь Говорит свое слово Еще одно удаление у Минска Гандерсон Бросок по воротам, рикошет Чтобы не пересекать линию ворот Еще один бросок, Хауген выкатывается Хауген Шайбо отбивает перед собой Гандерсон И все-таки офсайт Все-таки Гандерсон выпустил Шайбу за линию Давайте смотреть Давайте смотреть Вот пошла Гандерсон Бросок Добивание окучивает там Хаугена Яколы, это позволяет Минчанам Шайбой завладеть Ленгле очень опасно подставлял клюшку на пятачке Бейли Позиционное нападение от Минчан Здорово! Гол! 3-2! Минская Динамо выигрывает Первый матч четверть финальной серии Западной конференции Довольны минские болельщики Довольны минские болельщики Они сегодня здесь присутствуют И в немалом количестве Но вот так вот, да? Сломалась клюшка у Яколы Яколы, тот не сумел ее вывести из зоны Фантастическая концовка Невероятный исход этого матча Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!